Ну, сейчас умрёт по колойке. Ну да, всё, вот. Я, конечно, понимаю, прекрасно понимаю, что со стороны всё очень просто, легко... Ну, это... легко видеть ошибки и так далее. Всегда стоит делать списку на то, что люди всё-таки играют, у них напряжение, у них огромное количество информации в голове, у них много всего. И, естественно, ошибиться в такое, ну, как бы, играя в тысячу раз проще, да, чем, когда ты смотришь, ты говоришь, ну, блин, это как Версу-то говорил, что на каком-то Инте всё проплачено. И пересматривал моменты, говорит, вот, смотрите, он хекс не дал, вот он хекс не дал, почему он хекс не дал, я бы хекс дал даже, а мне не платят, типа, деньги. А это, типа, мол, какой турнир, какой уровень игры тут, все должны всё давать. Естественно, там супер напряжение, ты можешь просто забыть, залипнуть, шубиться, бла-бла-бла. Это всегда нужно всё держать в голове. Но если отталкиваться от сухих, как бы, моментов, просто ты смотришь, вот, какой-то момент, ты, конечно, видишь, насколько дота, она... Насколько дота далека от идеала, ну, как бы, игра в доту людей далека от идеала. Ошибки сумасшедшего уровня случаются просто вот повсюду. И тут, и там, и здесь. Я эту игру, кажется, видел. Тут Лил на Виспе. Мне кажется, я это смотрел. Или Брон на Огре. Но мне очень не нравится... Мне очень не нравится комбинация героев. Висп плюс... Висп плюс Огр. Два саппорта. Ну, что должно делать Висп плюс Огр, два саппорта? Давайте представим себе. Вот. Тут даже надо, наверное, чтобы понять, перемотать в начало. Даже, наверное, еще в большее начало. Вот. Ну да, как, в общем-то, примерно и предполагалось. Да, они начинаются откуда-то там со сложной, типа, линии. Начинают душить прям со старта. Генерал хорошую позицию на Омнике занял. Возможно, он собирается выводить каких-то крипов. Лил. О, хороший вар сейчас поставит. А, ну да, тоже неплохой. Главное, что его не видели. То есть, ну, что должны сделать эти два героя, по идее? Огр под Виспом могут прийти на любую линию и просто разбить там все лицо. Они могут на миде. Вот тут на миде стоит Куман, по идее, да? Или кто? Афанид же. Вроде там ТБ будет стоять на миде. Они тут, видимо, свапятся будут линиями активно. Вот на мид приходит... Кто? На мид приходит вот-вот. То есть, где Огр? Где Огр? Вот Огр наверху. Вот Огр наверху. И все. А как бы... А в чем уже смысл комбинации Висп-Огр вообще игровой, если Огр наверху? Они-то с Виспом разделились. Висп помогает ИСФу чем-то. Ну, типа моральная поддержка какая-то. Потому что, ну, объективно. Чем Висп, ну, реально может помочь ИСФу. На первом, тем более, уровне. Не имея Ботла. Но он его себе несет. Но все равно. Какая-то моральная поддержка ИСФа в миде. А Огр, он обеспечивает как бы моральную поддержку Свену. Потому что... Типа похер на этого Огра. Вот его просто... Его просто избивает Бейн. Прогоняет. И вот этот Бейн уже идет. Вот они нападают на него. Но, естественно, они его никак не убьют. Сейчас еще и Огр должен сдохнуть по логике. Нет? Нет, не сдохнет. Потому что КД. Ну, все. Вот Огр. Абсолютно бесполезный. Ну, сейчас умрет по логике. Ну, да. Все. Вот. Это же просто супер бесполезно. То есть, если ты взял Висп и Огр, ты должен надавить куда-нибудь. Заставляя противников двигаться по карте. Чтобы они боялись везде. Ну, не знаю. Прям на первом уровне чуть ли не смог какой-то нажимается. И идут душить вот эту вот ДП здесь. Просто избивают ее. Могут убить. Ну, легко, кстати говоря, могут убить. Там, ну, учитывая, что тут еще Омник. Не убьют, так это. Так, что называется, помотают. Ну, то есть, ей придется пить там. Что у нее? Там есть сласка вообще? Придется сжать танги. Придется терпеть. Какой-то ТП сфорсят, например. И после этого пошли и уже в миде кого-нибудь кусают. И вот. Ну, а иначе зачем? Я не говорю, что это крутая стратегия вообще висп Огры бегать по карте куда-то там. Ну, а иначе зачем они нужны-то в игре? Ну, типа, ну вот он. Моральная поддержка из СФ. И вот он Огр. Отводит уже Крипсонов. Типа на линии. Это Огр. Он сейчас сильный. Вот сейчас, следующую минуту. Еще парочку минут он будет сильный. Потому что 8 брони. Потому что 65 удар. Потому что бешеные статы. И даже МС неплохой. Почему Огры, кстати, 313 МС? Так. Ну, в общем, вы понимаете идею, да? То есть, видно абсолютно какое-то отсутствие идеи. Как они к этому даже пришли? Вот этот вопрос. То есть, надо же пикнуть этих героев как-то? Двух. Огр на ФП. Ну, предположим. Или погоди. А второго героя нет. А, это висп его не видно. А, то есть, Огр, висп. Они их взяли прямо на первые два пика. Огр, типа, у тебя ФП. И с ним висп. Да? Я понял. Ну, отсутствие идеи. В моем понимании это отсутствие идеи. Может, я чего-то не понимаю, конечно. Но, как бы, вот начало этой игры, оно показывает, что отсутствие идеи присутствует здесь. В общем-то. Ну, у Нави вообще какая-то закостенелая политика. То есть, вот они взяли... Ладно, Лил. Лил молодец. Лил молодец. И Лил это... И Лил это плюс много очков. Что тоже немаловажно. Но, опять же, это такое ощущение, что решение было. Как бы вообще не под... Ну, как бы... Даже, скорее всего, ничего толком не обдумывали. У нас забирают Роджера, освобождается Лил. Берем. То есть, они же очевидно... Как, получается, Лил в тот же день, что... Вот Роджер ушел. Это было решение ВП. Они хотели Роджера, они вели переговоры. Получается... Окей, уходит Роджер, освобождается Лил. Берем его. Прям в ту же секунду. Вот. Прям сразу. Ну, а че? Не подумав, не потестив. Ничего. Просто сразу же бахаем Лила. И сюда же берем Леброна. А почему Леброн? Ну, он с нами играл, типа, на замене там. Вроде что-то умеет. Понятно, что надо играть там сейчас в мейджоры. Прямо сейчас. И надо бы прямо сейчас пытаться что-то показывать. И, очевидно, и Лил, и Леброн, они там будут лучше, чем какой-то молодой парень, который никогда не играл там на самом высоком уровне. Он будет нервничать. Но, блин, я не знаю, в свое время ЕГЭ взяли Сумаила просто из паблика, грубо говоря. Ну, с лиги. Ну, фактически из паблика. И привезли его на ДАК. И выиграли ДАК с ним, я напомню, в 2014 году, кажется, на это было. Или в каком-то 14-й вроде. Просто с ходачины выиграли ДАК. Просто парень из ПАБа. Просто стоит в миде. Просто реактит все, что такое можно, и выигрывает. Ну, потому что, блин, есть такие люди, которые могут играть сразу, возможно, даже. А даже если не получится сразу, но через какое-то время. Через, скажем, в 15-м. Ну, да, в начале 15-го, правильно. Это был февраль, наверное, 15-го, типа того. Вот, был такое. Ну, и Артизи, кстати, если что, да, та же самая история. Та же самая. Ну, потому что, ну, а что? Типа, а вот нам надо сейчас прям играть на Котовице. Давай мы лучше возьмем какого-нибудь парня, который уже что-то умеет, да, чем мы будем брать какого-то неопытного парня, а вдруг он зафейлит. Может быть, блин, и зафейлит. Но на перспективку сработаем зато. Сейчас зафейлит, а потом покажет уровень. А может быть, сразу покажет. А вот набрав Лебронов, я уверен, что на мажоре они не покажут, к сожалению, ничего. Ну, мы это, конечно, еще посмотрим, может, и покажут нет байбека. И противник твой использует Смог. Ну, то есть, я прекрасно понимаю, что Смог, там противника не видно и все такое. Ну, блин, это же, ну, и Сент Кинг, который тоже не имеет байбека, он просто подставляется под этот Смог. Более того, под него же подставляется как бы и Волк, фактически, который вынужден... Ну, это же, это же бред. Ну, то есть, в такой важный момент, почему, зачем Сент Кинг сидит, сука, в песке? Просто сидит в песке. Ну, то есть, то есть, вот кто-то боял, может мне объяснить? Вот серьезно. Очень, очень опасная ситуация игровая, очень опасная. То есть, противников не видно, при том, кстати, при том, стоит вард сверху у Эв Спиритов, то есть, они видят, что сверху нет героев, сверху героев нет, снизу тоже никто не пушит, даже иллюзий ТБ нет. Типа, здесь Волк у Элидана стоит, и здесь Волк у Элидана стоит. В лесу тоже никого не видно. Вероятность того, что противник в смоке, она повышена. Ситуация очень опасная в игре. Половина нет байбэков, проиграем сейчас драгу, проиграем игру, потому что нет глифа уже, да, нет глифа, нет вышки ТР-3 снизу. Да и вообще уже неважно, есть ТР-3 вышка или нет ТР-3 вышки, есть глиф практически или нет глифа, там Тинни плюс ТБ все сломают. Ну, Бивер, вот, ну, блядь, серьезно. Ну, подкопался, сделаю, сука, блинг, нет, он в инвиз залез. И сидит же, и сидит, ну, крипов-то надо добить. Ну, так это же деньги, деньги же подошли. Ой, парни, сори, нет байбэка. А, Волк, ты был вынужден использовать форум из БКБ? Ну, извини, это так вышло, я просто двух крипов решил добить. Ну, все, проигранная игра. Ну, это ли не абсурд? Я не знаю, я не знаю. Мне кажется, это он. Ну, то есть, вот, когда говорят, да, там, типа, что ты, вот, типа, вот так, вот оно все, там, СНГ дот, она тоже нормальная, все ошибаются. Ну, это же абсурд. Ну, правда. Правда, вот так вот проигрывать игры, ну, в пабе так можно игру проиграть, и то горишь. Думаешь, ну, как хера, как хера СНК без байбэка просто стоит в центре, когда не видит ни одного противника, и сидит там в песочке и умирает. Ну, думаешь, какого сука хера это происходит? А тут профессиональная игра за выход на дак. И твой СНК тоже сидит в песочке и умирает. И ты думаешь, какого хера, наверное, ты думаешь? А может, и не думаешь. Я не знаю. Ну, в общем, вот так вот они и проиграли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова